Преподавателем кафедры общепрофессиональных дисциплин Червяковым Павлом Васильевичем с курсантами третьего курса было проведено открытое практическое занятие по теме «Осмотр места происшествия. Следственный эксперимент». Данная тема занятия является одним из этапов изучения дисциплины «Уголовный процесс» по специальности 400202 «Правоохранительная деятельность». Открытое занятие было проведено с целью обмена опытом, а также демонстрацией методики интерактивного метода обучения, а именно деловой игры, ориентированную на более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и между собой, с элементами поисковой групповой деятельности. Игра известна еще с древнейших времен как способ проверки знаний и умений применить их на практике. Мы на службе, как в бессонном карауле. Нашу правду защищать нам и хранить. Практическое занятие условно было разделено на две части. В первой части, которая проходила в учебной аудитории, обучающимся далась краткая характеристика основных понятий темы, а также была дана инструкция на примере заполненного бланка, как правильно заполнять процессуальные документы. Вторая часть занятия проводилась на криминалистическом полигоне в форме деловой игры. По условиям деловой игры взвод разделился на пять игровых коллективов. Игровые коллективы между обучающимися определились методом жеребьевки. У каждого игрового коллектива была своя ситуационная задача. На учебном полигоне заранее уже была смоделирована обстановка на момент совершения преступления, соответствующая фабуле ситуационной задачи. Методика использования информационных технологий на занятиях по уголовному процессу приводит к повышению эффективности учебной деятельности обучающихся, и на основе приобретенных знаний вырабатываются соответствующие умения и навыки. Данная методика проведения занятия помогает поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений во взводе, помогает установлению доброжелательной атмосферы во время занятия. Благодаря дружной работе все задания были успешно выполнены и цели занятия достигнуты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова